Полтора миллиона для сельских и по 500 тысяч для городских специалистов. 60 врачей из Нур-Султана, Караганды и Семия приедут в этом году в Петропавловск. Так решается проблема дефицита медицинских кадров в нашем регионе. Их ряды пополнят не только врачи общей практики, но и специалисты узкого профиля. Что еще делают в Управлении здравоохранения для привлечения врачей в наш регион, знает моя коллега Алена Хан. 230 врачей не хватает в нашем регионе. Чтобы попасть на прием к специалисту узкого профиля, в своей очереди приходится дожидаться несколько месяцев. Из-за этого пациенты вынуждены обращаться в частные клиники, а то и вовсе искать врачей в городах ближнего зарубежья. Найти нужного специалиста в поликлиниках Петропавловска не смог и Владимир Соложенцев. Вместе с супругой они воспитывают троих детей. Младший из них Кирилл заболел еще в ноябре. У ребенка был кашель, насморк, температура. Педиатр назначил лечение, но оно не помогло. Не облегчили состояние мальчика и противовирусные препараты, антибиотики. Кашель не проходил. Тогда Владимиру посоветовали обратиться к узким специалистам. Но ни детского аллерголога, ни пульмонолога в городе нет. Нашла супруга, совершенно как-то случайно, пульмонолога, взрослого, которая согласилась посмотреть, назначила лечение курсовое. После первого курса второго вроде симптомы, конечно, уменьшились, но полностью не исчезли. Опять-таки она сказала, назначить анализы я вам не могу, потому что вам нужна консультация аллерголога. И правильно ли назначить нужно было аллергологу. То есть нам нужно для получения анализов поехать к аллергологу, например, в Омск. Не хватает гинекологов, анестезиологов, реаниматологов, педиатров, кардиологов, онкологов, терапевтов, окулистов. Сложно записаться на прием. Об этом североказахстанцы пишут и в социальных сетях. В первой поликлинике надо к терапевту за месяц записываться. Как вообще так можно? Зла не хватает. Заболеешь и никто не поможет. Просто сил уже нет бороться с этим. В третьей детской поликлинике нет окулиста. Это же ужас. Объясните мне, пожалуйста, почему детский невропатолог в месяц принимает по 10 детей? По крайней мере, нам так сказали в регистратуре, что на апрель было всего 10 мест. Их заняли за 15 минут с начала записи. В управлении здравоохранения и заверяют, меры по привлечению в регион специалистов принимаются. Разработан соцпакет, который предусматривает подъемные обеспечения медиков жильем. По словам руководителя профильного управления Тимура Султангазиева, в этом году в Петропавловск приедут 60 врачей из Нурсултана, Караганды и Семея. Тима для того, чтобы привлечь кадры, с прошлого года выдает подъемные средства для сельской местности в размере по полутора миллионов тенге на каждого специалиста. В прошлом году мы привлекли в область 58 молодых специалистов. Из них 40 специалистов были привлечены в сельскую местность. Для города, к сожалению, в рамках законодательства мы не можем дать подъемные в таком размере. На текущий момент имеется возможность выделения 500 тысяч тенге. В Петропавловске для молодых специалистов сегодня есть 80 квартир в доме врачей. Медучреждения готовы оплачивать от 50 до 100% стоимости арендного жилья. Кроме того, можно приобрести квартиру по программе 7-20-25. В Управлении здравоохранения уже определили 25 квартир, в которые могут заселиться врачи. В сельской местности для них готовы 30 домов. А еще с этого года студенты смогут обучаться в медицинских вузах страны по грантам Акима области. Это дает возможность подготовить в резидентуре узких специалистов. Договоры подписали уже 80 человек. Отрабатывать грант они будут 5 лет. Алена Хан, Рустам Тлюжанов, Адиль Нуржанов, Новости МТРК.